Хорошо, друзья. Итак, мы с вами в прошлый раз говорили о реформе Оды, которую предпринимает Державин. Мы говорили о том, как он фактически соединяет одические темы настроения с элегией, или же, что будет сегодня еще более заметно и ясно, с сатирой. И вот эта сатирическая сторона творчества Державина, она отчетливо проявляет себя в очень известном стихотворении Державина к первому соседу, которое было написано по следам довольно известного в Петербурге происшествия. Речь шла о купце Голикове, который вместе, кстати говоря, со своими родственниками, в частности, со своим двоюродным братом, тоже Голиковым, человеком, известным в русской истории и культуре, потому что, в частности, Голиковы имели отношение к организации компании русской по освоению Аляски. Между прочим, Русская Америка, она была в том числе основана благодаря действиям и на деньги, в том числе, Голикова. Но Голиков, который действительно был соседом Державина, дом его располагался, слава у нас, что-то произошло, дом его располагался на той же самой Сенной площади. Напоминаю вам, мы в прошлый раз смотрели, я говорил, что Державин после женитьбы первые годы живет на Сенной. Правда, мы не знаем точно, в каком доме конкретном, знаем просто, что там. И не очень уверены, что дом этот сохранился. Соседом был этот самый Голиков. Надо сказать, что у Державина два послания. К первому соседу и ко второму соседу. Второй сосед, вспоминайте те, кто ездил в поездку по Державину, вот рядом с его особняком, казармой, по-моему, из Маловского полка. Я вам тогда говорил, что вот это вот как раз и есть дом второго соседа, значит, клеврета Потемкина, который после смерти Потемкина стащить пытался из его дворца к себе все, что только можно. Ну, мы вернемся еще к этому моменту, когда дойдем до, в биографии Державина, до вот момента его переселения на Фонтанку. А тот вот был первый сосед. И вот важно прочитать это послание, потому что оно очень четко нам показывает несколько вещей. Во-первых, это глубокий интерес Державина к социальной проблематике. Причем не просто к социальной проблематике, а я бы сказал так, к социальной проблематике с этическим уклоном. Его все время интересует, вот это очень характерно, именно отсюда основные нервы, какие-то такие узловые темы, пронизывающие поэтику Державина, поэзию его, и будут тянуться. Потому что его все время будет волновать проблема, которую он Фелиции, а после мы сразу начнем разговор о Фелиции, и сформулирует, подай Фелиции наставление, как пышно и правдиво жить. И вот к соседу-то первому он обращается именно потому, что жил-то пышно. Первая же строчка «Кого? Роскошными пирами». Значит, я прочитаю стихотворение, а потом мы с вами попытаемся проанализировать, чем мы здесь имеем дело. Но вот это вот то, что ему не давало покоя всю его жизнь. Потому что он, черт возьми, хотел жить пышно. Он ужасно хотел жить пышно. Он хотел занимать высокие должности. Он хотел в российском государстве прославиться. Он хотел, чтобы его жизнь в карьерном смысле полностью состоялась. Но только при условии, что ради этого не придется пожертвовать его собственными представлениями о справедливости, нравственности и всех остальных вещах, которые определяют достойного человека. И вот это очень интересно. Потому что для него здесь была личная проблема. Каким же образом это можно сочетать? На протяжении всей своей карьеры сначала офицера, потом губернатора, потом статус-секретаря, сенатора, министра. Вообще-то говоря, он в своем карьерном росте дошел до предела. Потому что он становится первым министром юстиции Российской империи. И, кроме того, руководит сенатом на какое-то время. То есть, вообще-то говоря, в итоге своей карьеры он занял пост своего гонителя князя Вяземского. В общем, достойный ответ. Все так и случилось. Все получилось как будто бы. Вот интересно то, что при всех этих внешне успешных обстоятельствах, лично он пытался сочетать правдивость и пышность. Но, вообще-то говоря, он так и не нашел ответа, каким образом это может состояться в социальной практике. Сейчас приглядимся. Кого роскошными перами на влажных Невских островах, между тенистыми древами, на муравей на цветах, в шатрах персидских, златошвейных, из глин китайских драгоценных, из венских чистых хрусталей, Кого толь славно угощаешь, и для кого ты растащаешь сокровища казны твоей. Гремит музыка, слышны хоры в круг лакомых твоих столов. Сластей, ананасов, горы и множество других плодов прельщают чувства и питают. Младые девы угощают, подносят вина чередой, и алиатика с шампанским, и пиво русское с британским, и мозель с зельцерской водой. В вертепе мраморном прохладном, в котором льется водоскат, наложил роз благоуханном, средь лень и неги и отрат. Любовью распаленной, страстной, с молодой, веселую, прекрасной и нежной нимфой ты сидишь, она поет и страстью таешь, то с ней веселье утопаешь, то утомлен весельем спишь. Ты спишь, и сон тебе мечтает, что век благополучен ты, что само небо рассыпает, блаженство в круг тебя цветы, что парка дней твоих не косит, что откуп вновь тебе приносит сибирские горы серебра. И дождь злоты к тебе льется, блажен, кто поутру проснется так счастливым, как был вчера. Блажен, кто может веселиться, бесперерывно в жизни сей, но редкому пловцу случится безбедно плавать средь морей. Там бурны дышат непогоды, горам подобно гонят воды, и с пеную песок мутят. Петрополь сосны осеняли, но вихрем пораженны пали, теперь корнями вверх лежат. Непостоянство доля смертных, в применах вкуса счастья их, среди у тех своих несметных, желаем мы у тех иных. Придут, придут часы те скучные, когда твои ланиты тучные пристанут грации трепать. И, может быть, с тобой в разлуке твоя уж пенелопа в скуке, ковер не будет распускать. Не будет, может быть, лелеет судьба уж более тебя, и вет благоприятный веет в твой парус. Береги себя, доколь текут часы золотые, и не приспели скорби злые, пей ешь, и веселись, сосед. На свете жить нам время срочно, веселье то лишь непорочено, раскаяния за коим нет. Ну, надо сказать, что Державин просто как бы был пророком, потому что все он так четко совершенно и представлял себе, и понимал, каков срок и судьба русского новориша. Потому что Голиков проворовался, оказалось, что, значит, он устраивал махинации с французской водкой, беспошлино ввозимой. Его вместе с его родственничком, другим Голиком, заарестовали. И надо сказать, что сидеть бы им в тюрьме, если бы не одно обстоятельство. Дело в том, что в Петербурге открывался памятник Петру Первому, тот самый Фальконетовский, который мы все с вами прекрасно знаем. И по всему случаю Екатерина дала амнистию. Надо сказать, что на брата Голикова подобное обстоятельство произвело столь возвышенно ошеломительное впечатление, что, выйдя из тюрьмы, он всю свою оставшуюся жизнь посвятил собиранию материалов о Петре Великом. И издал аж 18 томов дополнений только было о Петре. Он собирал все документы, которые только мог собрать. Кстати, в России это, пожалуй, было первое такое мощное издание материалов о Петре. Но вот забавно, насколько Державин действительно и предсказал судьбу, и, в общем, чувствовал, что и как обстоит. И смотрите, ведь на самом деле, если говорить об этом стихотворении, можно по множеству разных поводов. Но, во-первых, обратите внимание, насколько оно проникнуто достаточно таким изысканным тонким юмором, я бы сказал. Чего там стоит только придут, придут часы эти скучные, когда твои ланиты тучные, пристанут грации трепать. Ну и дальше замечательно про Пенелопу, которая в скуке ковер не будет распускать. То есть жена его, в общем-то, не очень пенелопистой оказалась. Ну, я, правда, не знаю, как действительно по биографии это у него конкретно произошло, но, тем не менее, так. Но здесь мы сталкиваемся с несколькими вещами. Потому что, ну, первое. Обратите внимание. На самом деле много говорят о реформе Оды Ломоносова. Но, вообще-то говоря, по-настоящему он реформирует не только Оду. Перед нами послание к первому соседу. Да? Это послание. Но на самом деле мы отчетливо видим, что в данном случае жанр послания смыкается с жанром сатиры. И в силу этого мы опять-таки имеем, по большому счету, безжанровое стихотворение. Вот это будет в нем самое важное. Это то, друзья мои, без чего вся дальнейшая, прежде всего, пушкинская поэзия не могла бы состояться. Потому что жанровый канон, который господствовал в литературе классицизма, должен был быть каким-то образом преодолен для того, чтобы мы перешли к открытому лирическому, внежанровому высказыванию. И, по большому счету, завоевание Пушкина, реализма пушкинского. Вот после перерыва, напомните, Ростислав озвучит, мы подбили, наконец, все моменты, связанные с поездкой Пушгоры. Нам пришлось ее перенести. Слава скажет, по каким обстоятельствам, почему, но, тем не менее, все можно будет уже теперь озвучить. И там-то мы подробно об этом поговорим. Так вот, дело в том, что реалистическое открытие Пушкина, оно прежде всего касалось того, что мы ушли от жанровой условности. Это, собственно, и есть, по большому счету, реализм. Когда реальное обстоятельство жизни, реальная обстановка и порождает единственную адекватную данному моменту форму. В чем было дело? Дело в том, что, конечно, и жанровое мышление, и сама жанровая система русской поэзии, она безумно сковывала. Подумайте сами, в чем тут дело? Мы потом к этому снова будем возвращаться, но я хочу, чтобы что-то уже сейчас заложилось. А вообще, надо понимать, что любой текст, который мы получаем в свое распоряжение, мы можем читать как нечто единое только в одном случае. Если нам понятно, на какой стержень это все нанизывается. Вот весь текст, который есть. Почему вы, например, там, допустим, газетную статью одним образом читаете, а лирическое стихотворение другим образом читаете? Правда, пришел постмодернизм, который сказал, что все, есть один сплошной текст, и поэтому вы можете взять Льва Толстого, Жековское объявление, отрывок из Евгения Онегина, из научной статьи расположить на одном листе бумаги, и лист бумаги как раз и будет тем стержнем, который объединяет это все вместе. И дальше вот, пожалуйста, вам, что Саша Соколов, это самый, господи, Сорокин. А вообще-то это еще с Джойса началось, который, как известно, своего Улиса 12 разными видами письма пишет. Но до этого надо было дожить, потому что в 18 веке этим стержнем, который позволяет вам весь материал, предложенный читателю, усвоить и прочитать как некое единство, был жанр. Что такое жанр? Жанр четко вам говорит, если вы коснулись определенной темы, то вы должны понимать, что она раскладывается и представляется через вполне определенные формы. То есть есть конкретные правила, по которым можно описывать разные участки жизни человека. Если, значит, вы с приятелем беседуете, то, понятно, это средний штиль, это некий такой полуэллигический тон, это соответствующая лексика и все прочее. Если вы воду пишете, понятно, опять же, это то-то, то-то, то-то. Если сатиру, то-то, то-то, то-то. Что делает Державин? Державин как будто бы пишет послание, в котором, заметьте, пожалуйста, присутствуют даже эллигические ноты и более того, даже философские размышления, потому что «Не будет, может быть, лелеет судьба уж более тебя, и ветер благоприятный веет в твой парус, береги себя, доколь текут часы золотые, и не приспели скорби злые, пей ешь и веселись, сосед». Заметьте, что это даже пересекается с одой на смерть Неази Мещерского, когда в финале он говорит о том, что, ну, вот, пришло время умирать, надо умирать, а до тех пор, значит, береги себя, живи в свое удовольствие, по большому счету. Значит, то есть, оказывается, что его стихотворение, при всей его сатиричности и шутливости, оно в том числе носит еще и отдаленные какие-то отголоски экзистенциальной философской оды. Значит, что же получается? Конечно, Державин еще не мог написать так, как Пушкин. Конечно, так или иначе, мы все равно имеем дело с жанровой природой стихов в его творчестве. Но, на самом деле, начиная смешивать и объединять различные жанры, жанровую систему разрушает. Закономерно спросить. Вот что надо спросить себя. Ведь если какой-то стержень, который позволял прочитывать текст как единство, убран, а при этом мы читаем этот текст, не развалился, да? Единый текст к первому соседу. Единый. Это что означает? Это означает, что найден новый принцип, на котором осуществляется, задается единство текста и прочтения. А вот это страшно интересно, потому что только великий, конечно, поэт, великий писатель, вот так и развивается искусство, может найти новый принцип, который организует восприятие. Более того, Державин не только его нашел, он его отрефлектировал. Вот когда он потом напишет, вот тот, значит, имеется в виду лебедь, с которым он себя ассоциирует. Вот это одна из от Горация, перевод от Горация. Вон тот летит, кто, строя лиру, единством сердца говорил. Значит, оказывается следующее. Единством всей поэтической системы Державина становится, собственно, что? Искренность. Некий принцип искреннего высказывания, осуществляемого конкретно данным человеком. Причем высказывания не обобщенно пиетического характера, риторического, адресованного, там, я не знаю, потомком императрицы или кому хотите другому. А частного человека, высказывания одного человека другому человеку. То есть он фактически начинает лирику, делает лирикой в полном смысле этого слова, потому что это вот как бы конкретный короткий проводок, соединяющий душу с душой, сердце с сердцем. Ну, надо сказать, что это, конечно, еще не романтизм, это, конечно, еще не все те новые стили художественные, которые возникают в 19 веке. Это может быть даже еще и не сентиментализм, хотя, с моей точки зрения, сентиментализм в этом смысле был корявее и теоретичнее, чем то, что реально делает Державин. Но, тем не менее, это, так или иначе, подготовка уже всех тех новых гигантских стилистических сдвигов, которые произойдут в 19 веке. А теперь я хочу обратить ваше внимание на следующее. Что подлинное новаторство всегда абсолютно неотделимо от обращения к самым глубоким традициям и древнейшим традиционным корням. Потому что сделать то, что сделал Державин, как ни парадоксально, понимаете, можно, с одной стороны, говорить о нем как о величайшем новаторе, а с другой стороны, я скажу следующее. Вот то, что Державин сделал, удалось сделать по очень простой причине. Потому что, допустим, подоплекой этого стихотворения, и он сам это понимал, и не случайно его так называли, русский Гораций. Так вот, подоплекой этого стихотворения является глубокое понимание принципов творчества Горация. Вплоть даже до идеологических заявлений. Потому что, когда он тут нам рассказывает о том, как бури то вздымают вершинам человеческую судьбу, то, наоборот, обрушивают ее на самый низ. Это во многом тема Горация, тема его золотой середины. И вот эту Горацианскую золотую середину, этот принцип золотой середины, как нравственный принцип, практически и будет исповедовать Державин на протяжении всей своей творческой жизни. Но не только это. Потому что именно у Горация Державин учится сатиричности. Напомню вам, что Горация создает в Древнем Риме практически свой особый Горацианский тип сатиры. Собственно, было два типа сатиры. Вся русская литература XVIII века – это ожесточенная борьба между двумя разными пониманиями сатиры. Что такое сатира? Потому что было два варианта. Либо по Горацию, либо по Ювеналу. По Ювеналу сатира – это прежде всего налиться, это злобно, это с обличением, со всем, что конкретно человека, извините, просто-напросто уничтожает практически, стирает в порошок. А вот сатира по Горацию – это сатира добродушная, это сатира, которая пороки осмеивает, которая дает возможность человеку, увидев в этом кривом зеркале себя, тем не менее, сохранить лицо, тем не менее, как-то устыдиться, усовеститься. И должен обратить ваше внимание, что мы не будем специально об этом говорить, это не предмет разговора на тему русской поэзии, но хочу обратить ваше внимание, в этом смысле Державин исключительно опять-таки точно попадает в проблематику XVIII века. Потому что как раз в это время идет ожесточенная борьба между всякой всячиной, которую продвигает Екатерина, ее сатирическим журналом, и сатирическими журналами Новикова. А в чем суть борьбы? Ну, помимо личных отношений, помимо того, что Новиков не находит ничего лучшего, как просто-напросто на личном уровне задирать императрицу. Когда он пишет о том, что всякая-всячина дама у нас пожилая, поэтому ей там простительно, или намекая на то, что не очень хорошо по-русски понимает. А Екатерина, естественно, этого не прощала, и то, что Новиков закономерно в Шлиссербурге оказался, ну, а что вы хотите, ну, сколько же можно, извините, самодержавную императрицу дразнить просто-напросто. Кота, тигра за усы, сколько можно делать. Вот, туда и попал. Ну, ничего, правда, Павел его скоро освободил. Так вот, хочу обратить ваше внимание, что борьба-то между всякой всячиной и новиковским трубким, она как раз и разворачивается по поводу того, какой должна быть сатира. Ибо Новиков, конечно, стоит на позициях ювенала. И в этом смысле державенское понимание сатиричности, как грацианского типа сатиричности, добродушной сатиричности, именно такой будет его сатира, и к первому соседе, и в ведении Мурзы, и особенно Фелиции, она очень импонировала Екатерине. Потому что она-то считала, что сатира должна не высмеивать и озлоблять, а она должна исправлять, она должна устыжать человека. Но, не только это, в этом стихотворении Державина мы на самом деле обнаружим то, что в его творчестве потом обернется какой-то фантастической предметной выразительностью. Вот вообще во всей русской поэзии таких выпуклых, таких сладостных описаний пиршественных столов мы больше не найдем. Ну, только потом уже в 20 веке, может быть, у Заболоцкого, Абериутов что-то там такое мелькнет. И то просто потому, что они к Державинаме будут обращаться. Но даже у Пушкина такой фантастической предметной выразительности, когда слюнки просто потечь должны, мы не найдем. Правда, по той простой причине, что Пушкин решает немножко другие задачи. А вот у Державина это начинается уже здесь. Вот когда он пишет, гремит музыка, слышны хоры в круг лакомых твоих столов. Какой замечательный неологизм. Потому что понятно, что лакомство на столах. Но у него сами столы становятся лакомыми. А сластей и ананасов горы. Что там потом буржуй делать будет Маяковского? Рябчиков жуй, ешь ананас и рябчиков жуй. Вот это тот самый ананас, который впервые процвел в русской поэзии. От Державина, от Державина. Футуристы вообще у Державина и вообще в XVIII веке у Ломоноса удержали, брали очень многое. Значит, и множество других плодов прельщают чувства и питают. Младые девы угощают, подносят вина чередой. Но у него никогда не будет просто вина чередой. Он тут же все эти напитки овеществит. Он их назовет. И причем так изящно, так замечательно, что у нас действительно, ну, здесь в меньшей степени, потом мы увидим, как это он будет делать, вплоть до его великой жизни званской. И алиатика с шампанским, и пиво русское с баварским, и мозель с зельцерской водой. Вот, понимаете, вот такая удивительная вечная конкретность, это было взято тоже у Горация, когда он в одной из своих от пишет о том, что, допустим, на столе, блестит солонка отчая одна. И Гёте, который читает от Горации, воскликнет, дикая вещественность, напишет Гёте. Вот, что брал у Горации, в том числе и Державина. Значит, вот, все, о чем мы говорили до сих пор, это реформа Оды, это переход к шутливости такой, это стилистический сдвиг, это нагруженность проблематикой и философской, и социальной. И, наконец, сама эта вещественность они и привели в итоге к появлению в 1783 году, но на самом деле в 1783 году она была напечатана, а написана еще за год до этого, великой Оды Фелица. С Фелицией все было замечательно, потому что, написав ее, на первых порах Гаврил Романович не решался ее даже не то, что там печатать, а никому показывать даже, потому что перед нами в некотором смысле было нечто невероятное, невозможное. Ну, начать с того, что до него все похвальные Оды императрицы без всяких дураков так и писали. На день басшествия, на престол ее величества, государыни всея белая, малая, великая Россия и так далее и тому подобное. И тут вдруг почему-то никакая не императрица Екатерина II, а она тебе Фелица. Еще вдруг, зачем? Ну, давайте попытаемся разобраться. Не знаю, в каком порядке это делать, но посмотрим. Так, мне надо только посмотреть, какая это страница. Значит, пока смотрю, договариваю. И с Фелицией эта история была, значит, такая. Год она примерно пролежала у него в его бюро. Он ее, конечно, читал близким друзьям, но они, надо сказать, не очень ему рекомендовали давать ей ход. И повторяю, понятно почему. Потому что таких похвальных ход не было. А кроме того, в этой оде он не постеснялся. Он задел практически всех сильных людей государства российского, кого только можно было задеть. Причем совершенно конкретно. Вот так же. Я вам в прошлый раз говорил, Екатерина потом, экземпляр собеседника любителей русского слова, когда она была напечатана, разослала Орлову, Потемкину, Вяземскому и так далее. С красноречивым подчеркиванием мест, до них касаемых. Ей ужасно понравилось именно это обстоятельство. Тем более, что она, значит, как правящая императрица на фоне своих не очень, как бы, вот таких благовоспитанных и совершенных вельмож, вполне себе хотела казаться истинным совершенством. Почему, кстати говоря, она так, каковы и казалась, мы с вами сейчас попытаемся понять. Но, что замечательно, дело в том, что в этой оде Держамин в некотором смысле шутейно говорил не только про вельмож и о вельможах, но и про саму Екатерину Алексеевну. В одном месте он, например, вполне, ну, скажем так, сатирически лукавый, скажет, еще же говорят не ложно, что будто завсегда возможно тебе и правду говорить. Дальше. Вообще-то говоря, формально, все, что он там перечисляет, сейчас мы это все почитаем, касалось не вельмож. Это все, как бы, адресовалось себе. Это он, как бы, про себя. А я, проспавши до полудни, курю табак и кофе пью. Пишет он. Заметьте, пожалуйста, он курит табак, пьет кофе в похвальной годе императрицы. Хуже того, там, извините, он даже упоминает, что он вшей ищет. И в дураки с женой играет слово «дураки» в высоком жанре, в котором возникают под конец этой оды, ну, казалось бы, совершенно взмывающие такие совершенно одические строки. Прошу великого пророка, до праха ног твоих коснусь, до слов твоих сладчайша тока и лицезрения наслаждусь. Небесные, прошу я силы, до их простря сафирны крылы, в невидимо тебя хранят от всех болезней, зол и скуки. Да дел твоих в потомстве звуки, как в небе звезды возблестят. Ну, полная ода, полная ода парения. Ломоносову подстать. И тут же перед этим еще же говорят, значит, поэзия тебе любезна, приятно, сладостно, полезна, как летом вкусный лимонад. Или, что будто самым крокодилом всех милостей твоим заилом всегда склоняешься простить. Это что бы в высоком. Кстати говоря, лимонад-то откуда взялся? Это, извините, на сатирическом сопоставлении с Кастальским ключом. Поэзия-то Кастальский ключ, Хатинская ода Ломоносова. Кастальской дали мне воды, а тут поэзия тебе любезна, как летом вкусный лимонад. Полное, катастрофическое снижение по всем пунктам. И вот на этом снижении вдруг под конец парения и взрыв. Понимаете, что он сделал? Дальше ведь будет целый спектакль разыгрыша. Значит, через год примерно лежание у него в бюро. Козадавлеву, приятелю, я уже вам его показывал. Ода попадается на глаза, он ее читает. Тот просит ему, у него, значит, взять список. Естественно, не удерживается. Буквально в тот же самый вечер читается на ужине у князя Потемкина. Князь Потемкин потребовал, чтобы ему предоставили текст. Отказаться было, конечно, невозможно. А дальше пошло-поехало, дошло до княгини Дашковой. А поскольку княгиня Дашкова как раз с подачи Екатерины начинает издавать журнал «Собеседник любителей российского слова», то в первом же номере этого журнала, на первой же странице декларативно, как можно сказать, программное произведение русской литературы эта ода и была напечатана. А дальше якобы Екатерина, рыдая над ней, плача, говорила «Кто это? Кто это? Так приятно смог описать все сердце, значит, моего тревоги?» Она подхватывает, дальше, ну поймите, начинается высокая игра. А Екатерина ужасно любила подобные игры. Это была такая, когда потом Грибоедов будет про Максима Максимовича, этого дядюшку, который в те поры все важны, «Сорок пут, раскланися, тупеем, не кивну». Вот про этого вельможу Екатерининского будет рассказывать, как он себя недостойно вел в том смысле, что вот он упал, поскользнувшись, изволили смеяться, он тут же и во второй раз, и в третий уж нарочно. Якобы шутовство. Это с позиции идиота Чацкого, прости господи, за шутовство. Идиота в том смысле, что у него есть свои либеральные принципы, он не понимает, что в разных временах отношения внутри определенного круга могут разыгрываться по разным другим правилам и обстоятельствам, что нет единой шкалы, которая на все времена полностью бы покрывала вот те самые социальные реалии, в которых живет человек. Так вот, дело в том, что, значит, вот этот самый Екатеринский вельможа дураком бы Екатерина, не Лизаблюдом, не была бы довольна. Она была просвещенной монархиней. Она на самом деле пыталась разыграть свой двор как круг понимающих, как вот круг, в котором можно вести себя запросто. Это хорошо уловил Пушкин, когда, как вы помните, «Капитанская дочка» совершенно конкретно и заканчивается тем, что Машенька, по-моему, да, она, значит, встречает пожилую даму простую, с которой она садится на скамейку и запросто разговаривает. Вот Екатерина ужасно любила вот это вот запросто, при этом ни на секунду не забывая, что это вот добрый волшебник пришел, понимаете? Никто его не узнает, а он волшебную палочку в кармане имеет. Вот она такая императрица. Она запросто, но на самом деле она с волшебной палочкой. И вот те, кто это понимали, они замечательно вступали с ней в такую игру. Державин со стороны, конечно, не мог этого знать, но он точно попал, потому что он попал ровно в этот нерв. Екатерина хотела, чтобы ее не только воспевали, как некую заоблачную фигуру, но чтобы к ней адресовывались просвещенно, как к человеку, который свои мысли имеет, с Вольтером и Дидро переписывается и так далее, так далее, так далее. А он тут еще точно угадывает, на чем можно с ней контакт установить. Почему Фелица? Да все просто. На самом деле, почему все совершенно тут же понимали, о ком идет речь? Да потому что она частным образом писала сказки для своего любимого внука Александра. И в этих сказках, в частности, царевичу Младому Хлору, премудрая царевна Фелица подавала совет, как ему взойти на высокую гору, на которой растет роза без шипов. О чем речь? О добродетели, которая не имеет грехов. О том, каким же образом должно жить человеку, чтобы, не уколовшись, аромат, тем не менее, замечательной вот этой розы, ее цветения, ее пышности, обонять. Это была проблематика Екатерины. И ровно с этой проблематики и начинает свою оду держать. Богоподобная царевна Киргизской-Садской Орды, которой мудрость несравненно Открыла верные следы царевичу Младому Хлору Войти на ту высокую гору, Где роза без шипов растет, Где добродетель обитает, Она мой дух и ум пленяет, Подай найти ее совет. И он точно угадывает В сказке Екатерины Тот образ, ту метафору, Ту модель, Которую он и будет искать. Что ж такое роза без шипов? Подай, Фелица, наставление, Как пышно и правдиво жить, Как укращать страстей, Волнение и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, Меня твой сын препровождает, Но им последовать я слаб, Метясь житейской суетою, Сегодня властвую собою, А завтра прихотям я раб. Мурзам твоим не подражая, Почасту ходишь ты пешком, И пища самая простая Бывает за твоим столом, Не дорожа твоим покоем, Читаешь, пишешь предналоем, И всем из твоего пера Блаженство смертным проливаешь, Подобно в карты не играешь, Как я с утра и до утра. Не слишком любишь маскарады, А в клуб не вступишь и ногой, Храня обычаи, обряды, Не данкишотствуешь собой. То есть о том, Что вполне себе, понимаете ли, Без завихрений идеологических. Царица-то как надо, У нее, конечно, просвещенные взгляды, Но вообще она реалистичный человек, Не говоря уже о том, Что в карты не играет, Дальше сейчас он пройдется Насчет масонов. Коня парнаска не седлаешь, К духам в собрания не въезжаешь, Это и есть масоны. Не ходишь с трона на восток, Короче, ну это как бы все обряды масонские. Но кротости, ходя стезею, Благотворящую душою полезных дней проводишь ток. А дальше начнется то, Без чего Евгений Онегин состояться бы просто не мог. А я, проспавший до полудня, Курю табак и кофе пью, Преобращая в праздник будни, Кружу в химерах мысль мою, То плен от персов похищаю, То стрелы к туркам обращаю, То возмечтав, что я султан, Вселенную покоряю, устрашаю взглядом, То вдруг, прельщаясь нарядом, Скачу к портному по кафтан. Это Потемкин. Ну, причем, заметьте, пожалуйста, Какой диапазон фантастический, Начиная от того, что мы только что на восток ходили, Понимаете, устрашали взглядами султанов, Из чего хотите, Тут же скачу к портному по кафтан. Или в Перу я при богатом, Где праздник для меня дают, Где блещет стол с ребром и златом, Где тысячи различных блюд, Там славный окорок вестфальской, Там звенья рыбы астраханской, Там плов и пироги стоят, Шампанским вафли запиваю, И все на свете забываю Средь вин, сластей и аромат. Вот, друзья мои, Это буквально Евгений Онегин. Вспоминаете? Пред ним рос бифа кровавленный И тем же размером, И трюфли роскошь юных лет, Французской кухни лучший цвет, И Страсбурга пирог, Нетленный меж сыром, Лимбургским живым, И ананасом золотым. Все так. И, кстати говоря, Все, что там рассказывается О дне молодого повеса, Онегина в Петербурге, Все списано буквально с Фелицией. Вся первая глава Евгения Онегина Держится, с одной стороны, Понятно, на Дон Жуане, Понятно, на Байроне, А с другой стороны, Это, конечно, Державинская Фелиция. И не было бы без Державинской Фелиции Никакой первой главы Евгения Онегина. Но теперь обратите внимание, Что в некотором смысле Державинскому описанию Пушкинская уступает. Потому что, когда мы читаем «Там славный окорок Вестфальский, Там звенья рыбы Астраханской, Там плов и пироги стоят, Шампанским вафли запиваю И все на свете забываю, Средь вин, сластей и аромат Действительно текут слюньки». Потому что перед нами возникает Абсолютно реальный стол, За который вот прямо сейчас, Особенно после тяжелого рабочего, Голодного дня, Так и хочется сесть. Хочу сказать, что вот у него Этих столов будет много у Державина. Пик совершенства, Это, естественно, в Евгении «Жизнь званская», Значит, «Багряна ветчина, Зеленый щи с желтком, Румяно-желтый пирог, Сыр белый, раки красные, Что смолен тарик ра, И с голубым пером, Там щука пестрая, Прекрасная». Ну вот все, слюнки потекли. Когда вы читаете Онегинский стол Пушкина, То обращаю ваше внимание, Что такой фантастической, Реалистической выразительности нет. Пред ним роздбив, А кровавленный, Кстати говоря, Сама форма не кровавый роздбив, А роздбив, Да еще окровавленный. А кровавленными могут быть Только пальцы какого-то убийцы. Значит, он романтизирует, И тем самым даже с иронией определенной Описывает то, чем питается Онегин. И трюфли, Роскошь юных лет. Ну теперь мы все, Догодаря поездкам в Италию, Во Францию, Стали просвещенными. Знаем, что такое трюфли. Лет 15 назад, Девочки на вопрос, Что это такое, Говорят, конфеты. Ну да, Были у нас такие конфеты. Французской кухни лучший цвет. Заметьте, пожалуйста, Абстракция уже полная. И Страсбурга, Пирог нетленный. Я всегда, Сейчас опять же уже люди просвещенные, Раньше я всегда спрашивал, А чего это пирог-то нетленный? Он очень долго хранится. Почему? Друзья мои, Потому что это никакой не пирог, А это консервированный паштет Из гусиной печенки, Который назывался Страсбургский пирог. И приезжал он в Россию В запаянных банках. Поэтому он нетленный. Но обратите внимание, Для того, чтобы это... Это так сказано, Что это, во-первых, Поймут только знающие люди Вот этого времени. Раз. И второе. Это сказано в ироничной форме. Наконец, Меж сыром лимбуржским живым И ананасом. Привет, Гаврила Романович. Золотым. Вот единственное, Что здесь сразу опознается, Ананас. А сыр-то лимбуржский живой. Почему? Нет. Нет, он мягкий. Он растекается. Вот в чем дело. Короче говоря, Пушкинский стол Без расшифровки Съесть невозможно. И понятное дело, Что если у Державина Обозначены, В общем-то, Конечно, Вкусные вещи, Но довольно заурядные. Во всяком случае, На столе Богатого человека И даже не очень богатого человека Тех времен Присутствовавшие, То у Пушкина Смысл Описываемого Совершенно другой. Он нас не пытается Ни за какой стол Пригласить Как Державина. Он пытается Показать Какую Французскую Иностранную Запредельную Жизнь Ведет Петербургский Повеса Типа Онегина. То есть Разница-то Прежде всего В задачах, Которые ставят Перед собой Эти поэты. Но Без Державина Онегина Сажать Было бы Не за что. Вот Все сделал Державин. Но Пушкин Не был Обжорой. А Державин От этого Умер. Державин Умер Не от того, Что он был Обжорой, А от того, Что у него Была язва. Вот. Но язвеннику Тоже хочется Кушать. А он Очень любил Уху. Уха Жирная. Но у него Пропадение Язвы, Судя по всему, Произошло. А у Пушкина Тоже бывали Периоды, Когда ему Хотелось, И он Вполне Себе не Отказывал. Бывали. Причем он Себе вообще Отказывать Сильно Не умел. Ни в чем. Страстная Была Натура. Из-за чего, Кстати говоря, Поскольку он Себе не мог Ни в чем Отказать, Из-за чего Были финансовые Проблемы Потом и так Дали, И так Дали, И так Дали. Он все Это сам Понимал. Читаем Дальше. Или Средь Рощицы Прекрасной В беседке, Где фонтан Шумит При звоне Арфы Сладкогласной Где ветерок Едва дышит Где все Мне роскошь Представляет К утехам Мысли Уловляет Томит И оживляет Кровь На бархатном Диване Лежа Молодой Девице Чувство Нежа Вливаю В сердце Ей Любовь Или Великолепным Цугом В карете Англицкой Золотой С собакой Шутом Или другом Или с красавицей Какой я под качелями гуляю В шинки пить меду заезжаю Или Как то Наскучит Мне По склонности моей К примене Имея шапку на бекрени Лечу На резвом бегуне Это Орлов Или музыкой И певцами Органой И волынкой Вдруг Или кулачными бойцами И пляской Веселю мой дух Это кстати опять Орловы Или о всех делах Заботу Оставя Езжу на охоту И забавляю Слаем Псов Или над Невскими Брегами Я тешусь По ночам Рогами И греблей У долых Гребцов Значит это не Коровья рога Это роговая музыка И в этом был замечен Елагин Который действительно По ночам устраивал Именно по ночам На Неве концерты Представляю Что делали Жители соседних домов Или сидя Вот это вообще Или сидя Дома я прокажу Играя в дураки С женой То с ней На голубятню лажу То в жмурке Резвемся порой То в свайку С нею веселюся То ею В голове Ищуся Понятно Да То в книгах Рыться я люблю Мой ум и сердце Просвещаю Полканы И баву Читаю За Библией Зевая Сплю Это Вяземский А дальше Чисто державинская фраза По колориту По мощи Таков филица Я развратен Но на меня Весь свет похож Коль сколько Мудростью Незнатен Но всякий человек Есть ложь Друзья Значит вот мы только что Искались в голове Лажили на голубятню И играли в дураки И спустя Страфу Мы уже цитируем Библию Потому что всякий человек Есть ложь Это Библия Не ходим светом И путями Бежим разврата За мечтами Между лентяем И брюзгой Между тщеславием И пороком Нашел Кто разве не нароком Путь добродетели Прямой Нашел Но взяли Заблуждаться Нам слабым Смертным В всем пути Где сам рассудок Спотыкаться И должен вслед Страстям идти Где нам Ученые невежды Как тьма У путников Тмят вежды Везде соблазн И лесть живет По шее всех Роскошу гнетает Где ж добродетель Обитает Где ж Роза Без шипов Растет А дальше он скажет Странные вещи Я прочитаю Эту страфу И сделаем Некое отступление Для того чтобы понять На каком уровне Философского осмысления Здесь шел разговор Тебе Едино ты Едино ты Лишь не обидишь Не оскорбляешь Никого Дурачество Сквозь пальцы Видишь Лишь зла Не терпишь Одного Поступки С нисхождением Правишь Как волк Овец Людей не давишь Ты знаешь Прямо цену Их Царей Они Подвластны Воли Но Богу Правосудну Боли Живущему В законах Их Ну вот друзья А теперь давайте разбираться Что же такого глобального Произошло Почему Державин вообще Начинает ставить Эти вопросы К чему По большому счету Это приводит И перед какой Глобальной Катастрофой Смысловой Находится Человечество Начиная с начала 18 века И мы все с вами В том числе Катастрофы Которая Державином Осознанно И утопия По разрешению Этой катастрофы На самом деле Фелиции Предложим А ситуация Вот какова Обращаю ваше внимание Что вот Проблема Которую он здесь Ставит Как сочетать Пышность Жизни То есть Социальный успех И Нравственную Чистоту Вот она Например Ломоносова Еще абсолютно Не волновала Для Ломоносова Для Тридьяковского И вообще Для традиционного Сознания Социальная Успешность Человека И есть Прямое Свидетельство Его Правильной Правдивой И нравственной Жизни В чем дело Дело в том Что с начала 18 века Благодаря усилиям Господ Просветителей Происходит Глобальное Переформатирование Представлений Человека Европейского О том Что является Основой Всякой Государственности Всякой Социальной Жизни Напоминаю вам Что в средневековой Традиции Нету Противоречия Между Высшим Нравственным Принципом И устройством Человеческого Общества Что Воплощено В замечательной Формуле Всякая Власть От Бога И хочу Заметить Что именно В таком Представлении Именно в Такой Модели У вас И возможно Было Ну например Когда Французские Хуже известно Об английских Королях Но на самом деле Английские короли Тоже Так вот Когда Французские Английские Короли Вместе С коронацией То есть В нашем Сегодняшнем Понимании Получением Светской Власти Сузерината Над Определенной Территорией Одновременно Получают Через обряд Миропомазания Мистическое Свойство Прикосновением Лечить Золотуху И напомню вам Что вплоть до Людовика XVI То есть Это еще Уже XVIII Не пользовался Этим Правом Обязанностью Точнее Потому что Тяжелая была Обязанность Людовик XVI Например Известно Что один Из последних Подобных Церемониалов Привел К тому Заключался В том Что ему Нужно было Прикоснуться К нескольким Тысячам Страждущих Замечу Многие Сцелялись Дело В том Что этот Обряд Он был Связан Например С необходимостью Покаяния И вкушение Святых Даров Получение Отпущения Грехов Только после Этого Король Мог это Делать А Людовик XV Из-за грешности Жизни Своей Многочисленных Любовников Вплоть до Смерти Своей Десятилетиями На исповедь Не ходил Вот какая История Поэтому И не мог Этот обряд Совершать Так вот Вдумаемся Почему Собственно Это было Возможно Да по той Простой Причине Что Власть Мыслилась Как сила Сакральная Источником Власти Дарованной Свыше Была Та Трансцендентная Сущность Которую Мы Осторожно Назовем Бог Но Именно Эта Самая Запредельная Трансцендентная Сущность Она же И является И источником Всякой нравственной Жизни Потому что Бог Мыслится В христианстве Как истина И значит Вы правильно Живете Это и есть Этика Когда вы Живете В соответствии С истиной То есть В христианстве Это четко Совершенно Формулой Определяется По Божьей Воле Значит Вот теперь Поймите Вот какая Интересная Вече В средневековой Модели Общества Противоречия Между социальным Укладом Жизни Человека И нравственными Основами Его существования Не было Потому что В идеале Основой И того И другого Мыслилась Божья Воля Да конечно У вас Конкретный Король Князь Правитель Мог Совершать Грехи Он мог Уклоняться От Своих Обязанностей Ну что это означало Это означало Что царь Ненастоящий Это означало Что плохой Он Поэтому И страна Его За его Грехи Будет Терпеть Наказание Значит Но Правильный Христианин Должен Смиряться Молить Бога И просить Чтобы тот Дал ему Правильного Правителя И в итоге Иногда Так и Получалось Вот Людовик Святой Например Был Воистину Святой Это имело Конечно Свои Издержки Имело Прежде всего Глобальные Политические Издержки Которые Понятно В чем заключались Вот в такой Модели Оказывалось Что Пути Господни Неисповедимы Значит И вот Какой бы у вас Не был Правитель И самое главное Даже не в правителе А самое главное В той элите Которая Налипает На всю Эту идеологию И вокруг И вокруг Нее Концентрируются Так вот К 18 Веку Совершенно Отчетливо Происходит Следующее Эксплуатируя Этот принцип Сакральности Власти Понимание Что Всякая Власть От Бога Что в основе Социума Должен Лежать Запредельный Принцип Соответствия Истины Вот в чем Дело В основе Нравственности Должна Истина Лежать И в основе Устремления Общества Тоже должна Лежать Истина Но если Этот принцип Вы автоматизируете Назначаете Вполне Конкретных Распорядителей В виде Клира И аристократии Которые Не делая Ничего По-настоящему Просто эксплуатируют Свою близость К источнику Всякого Понимаете Всякой благодати Ну понятно Что будет Происходить Рано или поздно Наступит Просвещение Которое Задаст Очередной Вопрос Змея А правда Ли А правда Ли Король Солнца Людовик 14 От Бога Который Францию За Свои 70 лет Правления Довел До того Что Голодные От голода Смерти В деревне После Многочисленных Войн Опустили Опять-таки Деревни Запустили И Территории Даже утрачены Некоторые И так далее А правда ли А вот эти все Которые Версаль 10 тысяч Придворных Съехались Ни черта Не делают Только Благодаря Близости К особи Короля Получают Немыслимые Привилегии Ну то есть Просто Гигантская Толпа Бездельников Которая При этом При этом Еще Не может Адекватно Организовать Существование Народа А правда ли И тогда С конца 17 века У вас И начинает Распространяться Философия Просвещения Я сейчас Не буду В нее Глубоко Влезать Потому что Там естественно Разные Аспекты Другие Но один Из аспектов Очень яркий Это Следующий Попытка Понять Общество Не с точки Зрения Неких Запредельных Принципов И сил Которые Лежат В его Основе Попытка Дать Модель Общества Формирующегося На природной Основе Исключим Идею Бога Потому что Ее Слишком Отчетливо Эксплуатируют В собственных Интересах Значит Требуется Десакрализовать Эту идею А зачем? Так все просто Для того Чтобы всякие Безответственные И мерзкие Личности Не занимались Спекуляциями А чтобы Эта идея Была чиста И прозрачно Как нас Сейчас призывают К прозрачности Во всех Смыслах И отношениях И чтобы Всякий Человек Смог Воочию Удостовериться Что общество Построено На разумных И справедливых Основаниях И вот Начиная с Гроция А вообще-то Говоря Самое забавное Я хочу заметить Что Книга Жан-Жака Руссо Которая Так и называется Трактат его Об общественном Договоре Она выходит В свет Ровно В 1762 Году То есть Ровно В момент Вступления На престол Екатерины Второй И вот К моменту Когда Державин В 80-е годы В начале 80-х Пишет Свою Фелицу Да Действительно Переведена На русский язык Кстати говоря Эта работа Была только В начале 20-го века Хочу заметить Но понятно Что идеи Просвещения Широко Распространялись Так вот На самом деле Он и начинает По большому счету Обсуждать Следствия Которые Вытекают Из новой Идеологии Просвещения В применении К социальной Жизни Человека А каковы же Эти следствия И в чем Идея Жан-Жака Руссо Давайте Попытаемся Понять Что же Лежит Тогда В основе Нашего Совместного Существования Если Мы Всякую Вот эту Туманную Запредельную Основу Уберем Но Хочу Заметить Что Как только Человек Как Мюллер Говорил Да Ясность Есть Форма Абсолютного Тумана Так вот Забавно Что в истории Человечества Как только Человек Пытался Построить Что-то На доказательных Ясных Основаниях Он Немедленно Впадал В абсолютно Фантастические Модели Которые Ни к чему Хорошему Не приводили И надо Сказать Что Державин Это очень Быстро Угадал Ну Давайте Проследим Значит Идея Руссо Такая Естественно Все Начинается С прав Человека Вообще Это Очень Опасная Штука Права Человека Как только Мы Начинаем Спекулировать По этому Поводу Тут же Миллионы Беженцев Располагаются У вас Где Хотите И После Этого Совершенно Непонятно Что С ними Делать И У них Есть Но тем не менее Значит Права Человека По мысли Просветителя Вытекают Просто Из самой Его Природы Природа Породила На свет Вот это Существо Со всем Объемом Прав Права На жизнь Права На то Чтобы быть Счастливым Права Жить В соответствии С собственными Устремлениями И многим Многим Другим И вот С точки Звения Просветителя До тех Пор Пока Человек Живет В лесу Первобытном Один Одинешенек Он Может Делать Все Что Его Душе Угодно Самим Рождением Своим На свет Он Получил Это Право Значит Источником Права Всякого С точки Зрения Просветителей Является Вот Это Чисто Природная Санкция На Существование Кстати Интересно Очень Что Косвенно Это Связано С Христианским Пониманием На Значение Человека Только Немножко Создатель Этого Мира Ни Одной Пустой Ненужной Клеточки В силуэта В этом Мире Быть Не Может Но Они Рассуждают Не В этом Модусе А в Модусе Чисто Практическом Вот Вы Есть Вы Здесь Появились Вы Занимаете Своё Место И Пока Нет Никого Другого Всё Ваше Обратите Внимание Что В философии Просвещения Акцент Явно Перемещен С обязанностей На Права Вот С этого Начинается Весь Танец Но Говорит Жан-Жак Руссон Первобытному Дикарю Было В лесу Одиноко Кроме того Мы по природе Своей Все люди Чувствительностью Сочувствуем Себе Подобным Наделены Нам Хочется Вместе У костра Хороводы Водить А кроме Того Мамонта Завалить Совместно Гораздо Удобнее Поэтому Из-за Удобства Совместного Проживания Вот Эти Самые Дикари Первобытные Люди Наделенные Всей Совокупностью Прав Стали Жить Вместе Что Оказалось В тот же Момент Да Понятно Что Пока Я был Один Я действительно Мог делать Что Хотеть Горлани В три Часа Ночи Пьяные Песни Там Я не знаю Сшибать Ветки Шишки С деревьев Когда угодно Что угодно Вытворять Как только Я стал Жить себе Подобными Сразу же Знаменитый Принцип Права Одного Заканчиваются Там Где Начинаются Права Другого Но Это означает Следующее Что Нужно Ввести Принцип Как минимум А на самом деле Специальную Социальную Силу Которая Будет Регулировать Отношения Между Индивидуами Индивидуами В этом Социуме То есть За Удобство Жить С другими Я должен Заплатить Отказом От части Своих Природных Прав Ну например Не моги В три часа Горланить Эти самые Песни Вызовут Полицию И вынуждены Будут тебя Отключить Более того Общество Как вы догадываетесь Одно Должно Сощаться От другого Ну и многое Другое То есть По мысли Просветителей В основе Социальной Жизни Человека Лежит Вот тот самый Негласный Общественный Договор Который Заключает Всякая Личность С государством В лице Его Властных Органов В чем Суть Этого Договора Друзья Исключительно Логично И проста Суть Этого Договора В том Что я Отказываюсь Отчасти Прирожденных Мне Прав Ну то есть Не могу Там одно Второе Третье Обязуюсь Платить налоги Для того чтобы Содержать суд Полицию И все прочее Значит Даю Право Государственным Органам Издавать Определенные Регулирующие Правила Под названием Законы И так далее Но За что За то что Вот эта Государственная Машина В ответ Полностью Гарантирует Соблюдение Всех Остальных Присущих Мне Прав От которых Я не Отказался Все Железно Вообще Все пришли В полный Восторг Потому что Тайна Государства Была Открыта Более того Сразу же Оказалось Что можно Свергать Королей Которые И вообще Всякие Власти Которые Не соблюдают Этот самый Общественный Сразу Стало Понятно Что Версаль Где там Жужжат Герцоги И принцы Это все Против Естественного Права Да и вообще Всякое Представление Об аристократии Это против Естественного Права Все разъяснилось В один момент Более того Мгновенно Были Выработаны Замечательные Процедуры Ведь Обществу Точнее Каждому Из нас Спустя Определенное Время Надо протестировать Власть А она То вообще Ну если я Не выполняю Общественный Договор Меня сажают В тюрьму Понятное дело В крайнем случае Штраф налагают А что делать Если власть Его не соблюдает Руссов Практически Вместе с просветителями Говорит Свергать Эту власть Но для того Чтобы не надо было На вилы Каждый раз Поднимать Придуман Замечательный Совершенный Механизм Он называется Выборы Что такое Выборы Это узаконенная Революция Революция Когда Все Участники Общества Приглашаются К Урне Для голосования Их спрашивают Выполняет Власть Общественный Договор Или не Выполняет Ну мы с вами Прекрасно знаем Как она Делает так Что она почти Всегда Выполняет Все что ей надо Для того Слава богу За 200 лет Разработана Масса Всевозможных Технологий Но в идеале Это так Знаете смотрите Казалось бы Создана Замечательная Совершенно прозрачная Очень логичная Ясная система Без всего Синклита Епископов И кардиналов Которые стоят И говорят Не маги Без огромного Количества Нахлебников Которых Почему-то Кормят Потому что Они там В 10 поколении Служили Карлу Великому А мне теперь Зачем-то Их на своем Хребете Тащить И так далее Все чудесно Но именно При такой модели Существования Общества Во весь рост Встает Кардинальный И очень страшный Вопрос А вы заметили Какой На чем у нас Основано Существование Общества В модели Просветителей На чем На договоре А договор Когда заключают Когда мы с кем-либо Заключаем договор Когда не доверяем Нет Я вообще Никому не доверяю И никому не советую Особенно в обществе Дальнем Доверять Так когда мы заключаем договор Ну, друзья Это вытекает Это смысл Слово Договор Когда нам это выгодно Вы никогда не будете заключать договор Если только вас не принуждают Замечу Что сами Просветители Говорят следующее Принуждение Не может быть Источником права Это собственно Принцип Поэтому Их Общество Оно Основано На договоре Который Заключает Личность С властью На основе Выгоды Это замечательно Но есть одна проблема Понятно Какая Не понятно Власть Это не выгодно Подписывать Ну, власть Не выгодно Нет, почему Выгодно Иначе ее не выберут Вот посмотрите Пожалуйста Что сейчас Выдворяют Кандидаты В президенты Соединенных Штатов А ничего Только не обещают Что-то так Не рассказывают Народонаселению Для того Чтобы их выбрали Им выгодно Чтобы их выбрали На определенных условиях Которые они Описывают И пытаются Понравиться Не в этом проблема Они не выполнят Это Суличность Да бог с ним Может быть и выполнят Иногда выполняют Тут же выгоды Они нарастут Вот именно Дело в том Что отношения Договора Никогда Не могут быть Основаны На Нравственной Позиции По очень простой Причине Потому что В основе Любого договора То есть Выгоды Лежит Корысть Я потому Это делаю Что я за это Что-то получу В то же самое Время Если вы говорите О сфере Нравственности То вы Начинаете Именно с того Что всякое Добро Которое вы Делаете Только потому И добро Что вы делаете Его бескорыстно Ибо Если вы Корыстно Делаете Добро Или Что-то Вообще Осуществляете То оно Вовсе Никакое Не добро А просто Тонкий Ваш Расчет На то Чтобы Взамен Что-то Получить Все понятно Тем самым Произошла Страшная Вещь Основы Существования Современного Общества При всем Замечательном Удобстве Декларируемом Равенстве Демократии И дальше Много-много Красивых слов Которые мы Слышим Каждый день Оборотной Стороной Выступает Следующее Основой И природой Этого Общества Теперь Является Расчет А не Добродетель А это Означает Что если Вы хотите Добиться Социального Успеха То надо Играть По правилам Того Общества В котором Вы живете И если В основе Его расчет То вам Нужно Очень Быть Расчетливым Жестким Иначе Никакой Пышной Жизни Вы не Обретете А нравственность Если вы хотите Быть нравственной Требует От вас Прямо Противоположного Быть Нерасчетливым Матруистичным И все Прочее Вот Державина Спрашивает Подай Филиции Наставление Как Пышно Но при этом Правдиво Жить Потому что Для современного Человека Это воочию Стало Глобальной Проблемой Для Людовика Святого Для средневекового Человека Повторяю Это не было Проблемой Потому что В идеале Источником Власти И нравственности Была Одна Запредельная Сила Боя воля А для современного Человека Основой общества Стала Выгода И расчет А вот Что касается Нравственности То вообще Непонятно Если там Какая-либо Основа И если она Нравственность В принципе Кстати Потому-то Она и стала Непонятно Есть она Или нет Что Как вы догадываетесь Понятие Нравственности Без обращения К истине Которая Трансцендентна Запредельна Вам не создать Не вывести Потому что Если вы Встанете На позитивистскую Платформу И будете говорить Что Нравственное Чувство Человека Это то Что вытекает Из условий Существования Данного Типа Общества Но это Ненравственность Это Мораль Которая Работает Просто Как регулятор Отношений В данной Общественной Системе И подстраивается Под запросы Данного Общества Ну вот У вас есть Общество В котором Извините Мужчина Может иметь Четырех Жены Все прекрасно И замечательно А есть Христианское Общество В котором В идеале Вообще Даже развестись Нельзя А отсюда Выстраивается Ну например Представьте себе Мусульманскую Анну Каренину Например Да Все Не говоря уже там Что даже Паровозы не ходят Бросаться даже Некуда Да Значит Значит Получается Глобальная Проблема Оказывается И Державин Это фиксирует Заметьте Что во всех Его стихах Буквально Вопль Научите Каким же Образом Мне теперь Соединить Две Эти Разошедшиеся Несоединимые Ветки Жизни Потому что Я Для него Нет вопроса Как быть правдивым Если в пустыне Удалиться И там Монахам Понимаете Или молитвы Читать Все прекрасно Для этого Надо уйти Из социума А если ты хочешь Остаться в социуме Если ты хочешь В нем быть успешным Если ты хочешь Зарабатывать Карьеру Пройти И так далее А он не мыслит себя Как дворянин Без этого Он к тому же У него еще Там Идея служения государству Обращаю ваше внимание Что пройдет Всего одно поколение И Карамзин Демонстративно Изымет себя Из этой самой Социальной структуры И системы Он заявит Что есть только Одна истинная жизнь Частная жизнь Человека Вот пока Вы живете Этой частной жизнью Вы можете любить Быть Сочувствующим Справедливым И так далее И ни-ни Не касайся До этого Левиафана Монстра Который называется Государством Кстати говоря Обращаю ваше внимание Что это буквально Название Трактата Гоббса Одного Опять-таки Из философов Которые В истоках Просвещения Находились Левиафан Это государство Они Просветители Тоже были Идиоты Они когда все это Придумали Многие из них Сразу же Отрефлектировали Они понимали Чем Это грозит Что же тогда делает Державин Возвращаясь к Фелиции Может быть Вы уже догадались Зачем ему Фелиться Друзья мои Так он ведь Обращается К Екатерине Второй Как Одновременно К чему К кому К человеку Который Который В себе Воплощает Одновременно Два Эти Принципа Она С одной Стороны Бабушка Которая Частным Образом По-человечески Занимается Внуком Которая Пытается Быть Нравственной И так далее А с другой Стороны Она Императрица Всероссийская Вы поняли Чем он ее Соблазнил Он ей Сказал Матушка Императрица Тебе Одной Лишь Престойно Из тьмы Свет Творить Ты Должна Всем Показать Ибо Ты Есть Высший Принцип Государственности Что Можно Быть На вершине Социальной Пирамиды И При этом Не поступаться Морально Этическими Принципами Еще Говорят Не ложно Что Будто Завсегда Возможно Тебе И Правду Говорить Короче И Она Это Поняла Ей Немного Немало Предлагалось Спасти Человечество Продемонстрировав Что Возможно Таки Быть И Нравственным И Социально Успешным Она Должна Была Подать Абсолютный Пример Всем И Она Это Поняла Она Не зря Вольтера И Руссо Читала Она Это Почувствовала Она Ужасно Сама Этого Хотела Потому что Просвещенная Монархия В России Это по сути дела И есть Утопия Соединения Человечности И Предельной Властности Чего Не удавалось Никому И Радищев То как раз В отличие от Державина Все очень четко Понимавший На этом По сути дела И построит Всю свою критику И императрицы И власти И так далее Чудовище Абло Стозевна Илаяй Как он Эпиграфом Возьмет Для Своего Путешествия Из Петербурга В Москву Чудовище Это А не Фелица Премудрая Вот в чем Дело Но Державин Пытался Настаивать На этом Для него Это было Спасением Он Совершенно Искренне Обращается К Екатерине Как Частный Человек Как Вот тот Самый Частный Человек Который Вот Запросто Шутейно По-свойски Пытается Ей рассказать С одной стороны О своих Слабостях И сказать Что они Человеку Обыкновенны Кстати Это слова Самой Екатерины Слабости Человеку Обыкновенны Вот А С другой Стороны Сказать Что вот Ты здраво О заслугах Мыслишь Достойным Воздаешь Ты честь Пророком Ты того Не числишь Кто только Рифмы Может плесть А что Сия ума Забава Калифа В добрых Честь И слава Снисходишь Ты на Лирный Лад Полезе Тебе Любезно Приятно Сладостно Полезно Как летом Вкусный Лимонад Заметьте То есть Без иллюзий С одной стороны А с другой стороны Частно По-доброму По-человечески Хотите Стишки Писать Пишите Мы не будем Воображать Что вы там Понимаете Ли стихами Своими Мир перевернете Ну пускай Тебе Одной Что будто Ты Народу Смело О всем И в Яфе Под рукой И знать И мыслить Позволяешь И о себе Не запрещаешь И быль И небыль Говорить Что будто Самым Крокодилом Всех Милости Твоих Заем Всегда Склоняешься Простить Кстати говоря Вот это Самое Разрешаешься Говорить Здесь За каждой Строчкой Вполне Конкретные Намеки Это Намек На Рескрипт Императрицы О Разрешении Всем Бесцензурно Издавать Сатирические Журналы Стремятся Слез Приятные Реки Из глубины Души Моей О Коль Счастливый Человеке Там Должны Быть Судьбой Своей Где Ангел Кроткий Ангел Мирный Сокрытый В светлости Парфирный С небес Неспослан Скиптор Носить Там Можно Пошептать В беседах И казни Не боясь В обедах За здравие Царей Не пить Там С именем Фелицы Можно В строке Описку Поскоблить Или Портрет Неосторожно Ее На землю Уронить Там Свадеб Шуртовских Не парят В ледовых Банях Их Не жарят Не щелкают В усы Вельмож Князья На сетками Них Клохчут Любимцы В яфе Них охочут И сажей Не марают Рож Все исключительно Активно Все исключительно Горячо Потому что Все помнят Об Ане Иоанновне Все помнят А только что Практически Закончившихся Временах И Друзья мои Вот как Горацию И Вергилию В свое время Казалось Что наступил Золотой век Благодаря Августу К проскрипции Нет Друг друга Не убивают Ведь то же самое Говорит И Державин Да при ней рай Наступил Да не Жуть что было А отсюда Надежда Что может Этот рай Действительно Удивительным образом Примерит Примерит Те два Противоположные Начала О которых Я сказал Вот именно На этом фоне Я уже не буду Читать это снова Напомню только Что финал Эти оды И как орел Взмывает Высь И возникает Возникает Это верхнее До Чем оно Подготовлено Искренностью Верой Поэта В то что Невозможное Возможно И что Она Екатерина И призвана Это осуществить Вот что Является Скрытой Пружиной И тайной Этой огромной Великой Оды Фелица И источником Ее Грандиозной Славы Потому что Все сразу Поняли Даже не понимая До конца Между прочим То что мы с вами Сейчас раскрутили Я не думаю Что Державин До конца понимал Но то что Подспудно Проблематика Его Оды Именно такова По-моему Абсолютно Бесспорно Ну давайте Теперь посмотрим Что у нас Со временем А уже Девять часов Да Так Ну и что Мы дальше делаем Перерыв Небольшой Да Давайте Маленький Перерыв Значит Смотрим Следующий Кадр Я Не Не Рассказал С чем Было связано Дальше Вся Эта Комедия Вокруг Фелиции Разыгрываемая Из дворца Не было Никаких Известий Первоначально Пока Однажды Причем Конечно Это все Было сделано Абсолютно Демонстративно Державин Обедал У Вяземского И вдруг Из дворца Лакей Посыльный С посылкой От Киргизской Асяцкой Царевны Державин Вяземский Сначала Не разобрался И Ворчливо Стал Какие дела С киргизцами Пакет Разворачивают Там Ну Не это Я не знаю Какая Конкретно Но Перед вами Как раз Золотая И Бриллиантами Украшенная Табакерка 18 века Как раз Периоды Екатерины В пакете Значит Табакерочка Там В ней Червонцы Я сейчас уже не помню Не то 200 Не то 500 Червонцев Сумма Значительная Но самое главное Что по тонкой Французской работе Как пишет Державин Значит Все стало понятно Заслужил Говорит Смягчившийся Сквозь Зубы Вяземский Потому что Вяземский Был убежден Что поэтическое Творчество Это самое бесполезное Что только Можно придумать И с этого момента Он начинает Отчетливо Державину И завидовать И Начинает считать Его бездельным И пустым Человеком Но не это Даже было Важным А я не помню Рассказывал я уже Или нет Что привело К полному Окончательному Разрыву Между Князюшкой И Державином Что он Со своей дотошностью Просто-напросто Проверил Справки О доходах Империи И выяснил Что Вяземский Скрывает До 8 миллионов Доходов Вот Сумма Абсолютно Чудовищная По тем временам Державин Правда Из благородных Побуждений Пытается Изобразить Дело так Что Вяземский Всегда За счет Укрытия Этих доходов Как бы ниоткуда Мог императрица На Сверхсрочные Нужды Любую сумму Доставать Ну что он Доставал А что В карман Себе клал История Об этом Умалчивает Известно только Что князь Был одним Из богатейших Людей В России Вот Правда Честно сказать Имел Репутацию Неподкупного Короче говоря Филиция Становится Для него Некое Некое Замечательный Замечательный Совершенно Хотя Это интерьер Но его Иначе Как пейзажем Назвать Невозможно На темно-голубом Эфире Золотая Плавала Луна В серебряной Своей Порфире Блистаючи С высот Она Сквозь Окна Дом Мой Освещала И Палевым Своим Лучом Золотые Стекла Рисовала На Лаковом Полу Моем Ну друзья Вообще Уже Пушкинские Совершенно Строчки По выразительности По яркости По поэтической Лиричности И обратите внимание На вот это Замечательное Смещение Слова Она Да Блистаючи С высот Она Дальше Пауза И вот это Она Которая Формально Относится К Луне Но сразу же Становится Каким-то именем Собственным Она И мы ждем Что же Она И дальше Замечательно Сквозь окна Дом Мой Освещала И Палевым Своим Лучом Золотые Стекла Рисовала На лаковом Полу Моем Фантастическая Изобразительность Сон Томную Своей Рукою Мечты Различно Рассыпал Крапя Забвение Рассою Моих Домашних Усыплял Вокруг Вся Область Почивала Петрополь С башнями Дремал Нева Из урны Чуть Мелькала Чуть Бельт В брегах Своих Сверкал Роскошная Картина Вот этой Реки Огромной Которая Там За окном И очень Между прочим Наша Невская Наша Петербургская Картина Мне почему-то Все время Видится за этим Ну если не Белая ночь Потому что Луна И все прочее Но вот что-то Такое По крайней мере Почему-то Напоминающее Белую ночь Природа Воспел я Кто доволен Всем свете Жребием Своим Обилен Здрав Покоен Волен И счастлив Лишь Собой Самим Кто Сердце Чисто Совесть Праву И твердый Нрав Хранит Свой Век И всю Свою В том Ставит Славу Что Он Лишь Добрый Человек Что Крали Он Карлы Он И великаном И дивом Света Не рожден И что Не создано Стуканом И он Их чтить Не принужден Что Все Сего Блаженства Мира Находит Он В семье Своей Что Нежно Его Пленира И верных Несколько Друзей С ним Могут Час Уединенный Делить И скуку И труды Короче говоря На самом деле Идеал Частной Жизни Тот Который Потом Будет Карамзин Проповедовать Уже Здесь Намечен Совсем Еще Немножко И у вас Батюшков И все Прочие Начнут Воспевать Приют Уединенный Вот Это Самая Простая Любовь С милым В хижине Вот Эти Романтические Потом уже Штампы Они на самом деле Впервые Прокламируются Здесь И дальше Замечательный Переход Вот Значит С ним Могут В час Уединенный Делить И скуку И труды Блажен И тот Кому Царевны Какой Бо Ни Было Орды Из Тюремов Своих Янтарных Из Сребророзовых Светлиц Обратите Внимание Что При том Что он Как будто Создает Некую Общую Модель Но В этой Модели Появляются Совершенно Конкретные Отсылки Потому Что Тюрема Янтарная Это Ничто Иное Как Янтарная Комната А Сребророзовые Светлицы Это На самом Деле Я не Помню Сейчас Уже Где В каком То Из Дворцов Комната Которая Действительно Была Отделана Фольгой И Значит Серебряными Различными Пазументами Значит Как Будто Из Улусов Дальних Украдкой От Придворных Лиц За Росказни За Ростобар Завирши Или За Что Небудь Из Под Тишка Дорогие Дары В Досканцах И В Досканцах Червонцы Шлют Блажен Но Моносово Можно Можно сказать В каждой Оде Кто Небудь Из Соблаков Являлся Но Что Любопытно Дело В том Что Явление Вот Этой Самой Чудесной Екатерины Фелиции Из Потустороннего Мира Будет Сопряжено Здесь Совершенно Не случайно Картина Левицкого Потому Что Дальше То Что Будет Описывать Державина Есть Ничто Иное Вот От Абстракции Был Очень Далек Он Совершенно Конкретно Описывает Этот Портрет Давайте Почитаем Сошла С облаков Жена Сошла И Жрицей Очутилась Кстати Почему Жрицей Потому Что Название Екатерина Законодательница Она Здесь Воплощает Минерву И Одновременно Значит Справедливость Высшую Сошла И Жрицей Очутилась Или Богиней Предо мной Одежда Белая Струилась На ней Серебряной Волной Городская На голове Корона Сиял На персих Пояс Злат Из Черноогненного Весона Подобный Ряду Генарят С плеча Деснова Полосою Висел На левую Бедру Простертый На алтарь Рукою На жертвенном Она Жару Сжигала Мать И Благовонный Служила Вышню Божеству Орел Полуночный Огромный Сопутник Молнии Торжеству Геройской Предвозвестник Славы Сидя Пред ней На груди Книг Священный Блел Ее Уставы Потухший Гром В когтях Своих И Лавр Соливными Ветвями Держал Как будто Уснув На самом деле Я давно Пытаюсь Остановиться Но не могу Потому что Обращаю ваше внимание Это все Единое Предложение Вот эта способность Длить 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 Речь Которая Напитывается Деталями Дополнительными Какими-то Ответвлениями Смыслами Значит Тут забавно Тут конечно Комментарии Нужны Почему у нее Градская Корона На самом деле Градская Корона Это Лавровый Венок Который У нее На голове Что за Этот Самый Господи Как он Говорит Что это За наряд Подобно Радуги Из черно Огненного Весона Лента Это Лента Лента Князя Ордена Князя Владимира Здесь Цвет Такой Что он Может показаться Что это Георгиевская Лента Нет Георгиевская Лента Она должна Быть Немножко Другой А вот Красная Полоса Обрамненная Двумя Черными Полосами Это На самом Деле У нее Орден Первой Степени Орден Князя Владимира Кавалерство Первой Степени Значит И не Случайно Потому что Орден Князя Владимира Он в большей степени В отличие от Георгия Она была Учредительницей Этого ордена Он Как бы давался В том числе Конечно И за военные Заслуги Но сразу Он воспринимался В большей степени Как гражданский Орден Как орден Вот За Некие Заслуги Связанные Со Справедливым Служением И вот Тем самым Она Выступает В этой Оде Для него Как Та самая Олицетворенная Справедливость Но вот Если Фелиция Вы помните Это была И бабушка Одновременно И императрица То Введение Мурзы В этом Фантастическом Преломлении Она Главным образом Выступает Как Некая Эмблема Некий Высший Высший Принцип Вот как бы Чудесное Явление Которое Наставляет Державина Мурза Она Вещала Мне Ты Быть Себя Счастливым Чаешь Когда По дням И по ночам На лире Ты своей Играешь И песни Лишь Поешь Царям Вострепещи Мурза Несчастный И страшный Истины Внемли Которым Стихотворцы Страстно Едва ли Верят На земли Одно К тебе Лишь Доброходство Мне их Открыть Велит Когда Поэзия Не сумасбродство Не высший Дар Богов Тогда Всей Дар Всевы Всевы Ой Тут Что-то пропущено Сей Дар Богов Лишь К чести Сей Высший Дар Богов Лишь К чести И К поучению Их Путей Быть Должен Обращен Не К лесте И Тленной Похвале Людей Владыки Света Люди Те же В них Страсти Хоть На них Венцы Я Тлести Их Вредит Не Реже А Где Поэт Иль Нельсти Цы И Ты Сирен Поющих Грому Вред Добродетеля Не Строй Благотворителю Прямому Хваленет Нужды Никакой Хранящий Муж Честные Нравы Творя Свой Долг Свои Дела Царю Приносит Больше Славы Чем Всех Пиитов Похвала Смотрите Он здесь Уже Выковывает Тот Свой Стиль Который Потом Прогремит В полной Мере Его Властителям И Судьям К этой Оде Мы Вернемся Потом Значит Перед нами Опять Очень сложная Композиция Которая С одной Стороны Как вы Видите Преисполнена Высочайшей Лирической Изобразительности Поэтического Переживания Вот этих Сумерек Когда что-то Таинственное Происходит С поэтом Потом В духе Чуть ли Не готического Романа У вас Разверзаются Небеса И появляются Чудесное Явление Которое С одной Стороны Выступает Наставительницей И прокламирует Любимые Речи Любимые Идеи Самого Поэта А кроме Того Это же Ода Выступает Как Оправдание Державина Оправдание В тех Значит По поводу Тех Придирок Которые К нему Были Вот что он Пишет По этому Поводу Довольно Довольно Без тебя Людей Довольно Без тебя Поэту За каждую Мысль За каждый Стих Ответствовать Лихому Свету И от Сатир Щитится Злых Довольно Золотых Кумиров Без чувств Мои То песни Чли Довольно Кадиев Факиров Которые В зависти Сочли Тебе Их Неприличной Лестью Довольно Нажил Я Врагов Иной Отнес К себе Бесчестью Что не Дерут Его Усов Иному Показалось Больно Что он На сетке Не сидит Иному Очень Своевольно С тобой Мурза Твой Говорит Иной Вменял Мне В преступление Что я Посланница Небес Тебя Быть Мыслил В восхищении И лил В восторге Токи Слез А дальше Опять-таки Чисто Державинское Совершенно Замечательно И словом Тот Хотел Арбуза А тот Соленых Огурцов Но Пустим Здесь Докажет Муза Что я Не Ищрисла Стецов Понимаете Вот такой Замечательный Переход От Каких-то Возвышенных Словопрений К совершенно Конкретным Басенным И почти Значит Таким Юродивым Даже в некотором Говорил Вот это Самая Позиция И будет Отныне Им Отстаиваться Мы Сегодня Уже Завершаем С вами На этом Разговор Он Вышел На свою Стезю Он Осознает Себя Как Вот Тот Кто И должен Своей Лирой Не Похвальные Оды Писать А призывать Императрицу К тому Чтобы Она И воплощала Тот Социальный Идеал Который Сейчас Абсолютно Необходим Значит Все Начиналось С этой Утопии И именно Эта Утопия Очень Многое Объясняет В том Что произойдет С Державиным Далее Ибо он Будет Воспринимать Екатерину Долгое Время Именно Как Фелицу И никак Иначе И будет Это он Воспринимать Это что Самое Забавное Вплоть До момента Когда он станет Ее Стать Секретарем Все Что Развернется Будет Вытекать Из его Настойчивого Желания Чтобы Она В реальности Воплотила Предписанную Ей Программу Как вы Догадываетесь С неизбежностью Эта Утопия Должна Была Столкнуться С суровой Реальностью И Несмотря На то Что Екатерина Сама Хотела Чтобы Все Было Так Но Друзья Не могла Она Стать Просто Премудрой Фелицией При Всем Ее Желании При Всей Ее Доброй Воле И как Сам Потом Напишет Державин Вблизи Увидел Я Слабости Великие Вот Эти Слабости Великие Сначала Приведут К резкой Конфронтации Его С императрицей К взаимной Обиде Хотя До самого Конца Они Тем не Менее Будут Издали Приглядываться К друг Другу Ибо Каждый Соблазнил Другого Поманил Его Вот Этой Самой Утопией Этой Самой Надеждой Но Пройдя Через Опыт Суровые Испытания Связанные Со службой Его И со всем Другим Державин Наконец Приходит По сути Дело И мы поговорим Об этом С вами Позже Говоря О его Оде Вельможа Говоря О боде На смерть Графини Румянцевой И других Его Одах Стихах Даже Точнее Сказать Он Придет По сути Дело К пониманию Что Вот Та Идеальная Фелица О которой Он Писал Она Находится В сердце Каждого Человека Что У нас Нету Надежды На Внешний Образец Что Если Ты Хочешь Осуществить Это Чудо Эту Мечту Это Соединение Пышности С одной Стороны И справедливости С другой То Обращаться Придется Только К самому Себе К Своей Совести К Своему Долгу И К Своей Чести По сути Дело Если Говорить Обрамляя Завершая Этот разговор Который Мы Сегодня Предприняли По поводу Утопии И причинам По которым Эта утопия Была Державиным Ведена Так вот По сути Дело Заканчивает Именно Этим Глубоким Разочарованием В той Модели Которую Он Предложил Но С другой Стороны К пониманию Что Осуществление Этой Модели Остается На совести Каждого Конкретного Человека Не надо Искать Киргиз Кайсадских Царевин Надо Обращаться К себе Самому На сегодня Друзья мои Все